Итак, рецепты с эфирным маслом мяты. Сейчас мы с вами поговорим. Удивительное у нас эфирное масло мяты и не менее удивительные у нас рецепты, потому что на самом деле рецептов с маслом мяты тоже очень огромное количество. И на все виды, на все случаи заболеваний, каких-то энергетических состояний. Но, соответственно, мы берем самые актуальные, которые для нас актуальны, необходимы в данный момент времени. Но, во-первых, исходя из свойств эфирного масломяты, надо сказать, что это масло можно использовать вместо нашатыря, при обмороках каких-то, да, особенно если вы где-то, например, в дороге, в самолете, там вас, например, тошнит в дороге, укачивает, или, например, вы на солнце много долго были, и у вас, например, произошел обморок, то вы прям можете брать с собой эфирное масло мяты, особенно вот очень многих маленьких детей тоже укачивает часто, да, берите мяту, и вы не прогадаете, да, вы можете давать пациенту там или вашему ребенку там, ну, кто упал в обморок, наносить масло, вернее, вдыхать масло мяты непосредственно из флакончика, или наносить его предварительно на салфетку. И также масло мяты, благодаря своим охлаждающим свойствам, помогает от теплового удара. С этой целью его можно наносить на заднюю поверхность шеи. Вот здесь как раз-таки очень хорошо использовать уже готовые аромароллеры. Также за счет своих свойств масло мяты улучшает выносливость, поэтому его можно использовать всегда тогда, когда вам необходимо увеличить уровень своей энергии, выносливости, да, особенно когда вы ходите в спортзал и интенсивно тренируетесь. И также, если вы обгорели на солнце, у вас солнечный доможок получился, то вы можете на риту с эфирным маслом лаванды использовать масло мяты, да, для более быстрого устранения азода и покраснения. Если ваши ноги устали, да, то вот этим горящим, гудящим ногам может помочь массаж с мятным маслом. То есть он активизирует кровообращение, может убрать отеки, да, и убрать вот эту тяжесть с ног. Ну и также масло мяты можно использовать как противогрибковое средство. Считается, что масло мяты может помочь от храпа, и если принимать внутрь одну каплю мяты на одну чайную ложку меда, то, естественно, все это развести в стакане воды теплой, кипяченой, и на ночь, если все это выпить перед сном, то можно заметить, что храп уменьшается, то есть можете попользоваться этим рецептом, если у вас есть такая проблема. Дальше, конечно же, используем масло мяту в аромолампе, тогда, когда необходимо больше энергии, больше тонуса, больше концентрации внимания для вас, для вашего ребенка, для вас, если вы работаете очень эффективно, да, вот очень стрессовая, если работа, какой-то проект очень такой вот серьезный, если, например, вы чувствуете, что у вас какое-то истощение, но оно не умственное, а вот как будто бы энергию от вас уходит, тоже используйте масло мяты в аромованнах, чем чаще, тем лучше, в аромодиффузоре, ну и также аромасмесь, аромамасла и мяты можно использовать для желудочно-кишечного тракта, для пищеварительного тракта, если есть какие-то колики, если особенно у вас колики, связанные с каким-то стрессом, переживаниями, ну или вы что-то не то поели, и эфирное масло мяты также используется для борьбы с лишним весом, особенно если вы постоянно что-то кушаете, передаете, то есть оно может убрать у вас, обуздать ваш аппетит, ну и масло мяты также помогает при возникновении приступа астмы, то есть можно его прям вот в сочетании с кокосовым маслом втирать в грудную клетку, если у вас проблемы там с бронхитом, с астмой и в принципе с дыханием. Используются мяты также для герпеса, потому что ментол, входящий в состав мяты, обладает выраженным противовирусным действием, можно наносить прям чистое масло на герпетические пузырьки несколько раз в день. Ну и как я сказала, морская болезнь, головокружение, особенно в поездках, там тошнота, берите с собой мяту, не ошибетесь, и вдыхайте ее, наблюдайте за вашим состоянием. Также, если у вас, например, боли в суставах, какие-то артриты, ревматоидные артриты, например, какие-то отеки, воспаления, масло мята может улучшить кровообращение в ваших больных суставах, и, в принципе, если вы интенсивно занимаетесь спортом, то масло мята вам также может помочь расслабить напряженные мышцы после активной тренировки. Для этого мы можем наносить в базовом масле масло мята на больные места, то есть примерно берем такую дозировку, как 5 капель масла мята на чайную ложку кокосового базового масла. При заболевании желудка и кишечника мы можем втирать также масло мята, 5 капель масла мята с чайной ложкой любого транспортного масла. И, соответственно, мы улучшим состояние желудочно-кишечного тракта, улучшим метаболизм, это поможет устранить гастрит и сжогу. Ну и, конечно же, как я вначале сказала, масло мята очень сильный спазмолитик от мигрени, от головной боли, особенно также от очень сильного перенапряжения умственного, внутреннего. И когда вообще мы используем масло мята при какой-либо боли, любого характера, мы одновременно также воздействуем на нашу энергетику. Поэтому если, например, вот иногда бывает состояние, как будто плечи болят, шея болит, голова болит, вот какие-то, вот мы говорим, магнитные бури, солнечные вспышки, или там мы общались в кругу людей, которые нам не очень приятны, то представьте себе, вот как на слайде женщина наносит через аромароллер масло мяты на виски, то вы же одновременно вдыхаете аромат, и он же одновременно уже просачивается в вашу ауру, в вашу энергетику, то есть у вас и боль будет уходить, у вас и энергетика будет налаживаться, восстанавливаться, то есть у вас будет по всем параметрам налаживаться, выравниваться ваше состояние. Ну и также масло мяты очень эффективно для снятия зубной боли, особенно после удаления зуба, для освежения дыхания тоже очень хорошо использовать масло мяты, можно также масло мяты добавлять в зубную пасту, там или в зубной порошок, то есть достаточно огромный спектр, то есть нет, наверное, такой сферы, где бы масло мяты бы не было возможно применить. И еще очень важно применять масло мяты для женского здоровья. Я говорила вам уже о том, что масло мяты считается также афродизиаком, но у нас есть случаи, когда во время женского цикла у женщины бывают определенного характера боли, и поэтому вот сейчас я вам тоже дам несколько рецептов и желательно во время использования масла мяты делать легкие массажи и поглаживание нижней части живота или просто положить вашу, как я называю, целительную руку на нижнюю часть живота при болезненных месячных, предварительно нанеся туда смесь. Какую смесь мы берем? 10 миллиграмм транспортного масла, то есть любое базовое масло, например, кокосовое, и туда добавляем 2 капли мяты, 2 капли розы и 2 капли шалфеи. Это все женские масла. Все это хорошенечко смешиваем, согреваем в наших ручках флакончик, и потом из флакончика все это наносим на наши ладони, опять-таки согреваем в наших ладонях, поглаживаем наш низ живота и потом кладем туда руки и держим до тех пор, пока боли не успокоятся. Также при синдроме ПМС, при фригидности, при импотенции также полезен массаж нижней части живота, но уже с другими маслами. Уже мы на 10 миллиграмм транспортного базового масла берем по 2 капли эфирных масел мяты и ланга и пачули. И тоже так же все это хорошенечко перемешиваем, взбиваем, согреваем в ручках, даем этой смеси свою энергию, потом это все наносим на ладони и тоже поглаживаем и держим наши ручки внизу живота. При болезненных менструациях эфирное масло мяты может уменьшить или вовсе даже устранить боль. И здесь мы берем 10 капель масла мяты и все это разводим в столовые ложки кокосового базового или миндального базового масла. И также втираем поглаживающими нашими движениями наших целительных рук внизу живота. И считается, вот есть такой рецепт, что кормящая мама, которая больше уже не хочет или не может кормить грудью, может с помощью эфирного масла мяты сократить свою лактацию. То есть для этого разбавленное масло мяты втирают в грудь 1-2 раза в день. То есть вот есть тоже такой рецепт. Но вообще, как видите на слайде, аромароллер мяты, как его красиво кладут в сумочку, и вот сюда, в кармашек. Ну то есть это то масло, которое действительно должно быть в нашей жизни и в каждом доме, и у каждого бизнесмена, и у каждой бизнесвумен, и у каждого ребенка, потому что это масло, которое на все случаи жизни и используется во всех сферах жизни. Если вам необходимо, например, улучшить концентрацию внимания, памяти, особенно перед экзаменом, особенно у ваших детей перед экзаменом, перед сложным каким-то обучением, особенно если вы, например, как раньше, я помню, что я не спала перед экзаменами, я занималась и всю ночь не спала. То есть какая там будет потом энергия? Соответственно, энергию нужно восполнять, концентрацию внимания нужно восполнять. Поэтому масло мяты, оно не только восполняет память, это внимание, но еще и придает нам внутренние силы и нашу собственную энергию. Ну и если у вас есть проблема где-то на даче, может быть, проблема с насекомыми, грузинами, то масло мяты и здесь тоже может помочь. Не будем здесь сейчас на этом слайде так очень подробно останавливаться, но знаете, что если у вас такая проблема, то можете использовать масло мяты для борьбы с насекомыми и грызунами. Ну и опять-таки используйте масло мяты также по вашему, то есть слушайте ваше обоняние, идите за вашим носом, да, и наблюдайте, что происходит в вашей жизни, когда ваш нос, ваше обоняние, ваше тело именно требуют эфирное масло мяты. У меня в жизни были такие ситуации, когда я прям хотела вдыхать масло мяты. Я помню, что я тогда действительно была очень сильно выжата в плане энергетическом и умственном, и прям вот голова у меня была очень сильно перегружена. Я помню, что я прям очень интенсивно в тот период использовала аромаванны и вдыхала также из флакончика эфирное масло мяты. И оно мне буквально, ну, наверное, один-два раза, и вот прям все восстановилось. Так что используйте и пишите вашу историю. Ну что же, это были рецепты с эфирным маслом мяты.